ну портативный складной велосипед нужен был всегда изобретали его многократно продолжает заваритать до сих пор сколько этих марок все не сосчитаешь но и всего многообразия я бы выделил все равно только два это стрида и бромтон про стрида уже много было сказано на этом канале давайте сегодня немного про бром почему люди выбирают бром наверное потому же почему они выбирают и стриду максимальное компактное сложение и сложенном состоянии можно катать стриду конечно катаешь на своих собственных колесиках вот бромт катается на из вилсах в общем на этих смешных дополнительных колесиках когда он сложен но тем не менее бромт катать даже легче потому что его не надо держать в отличие от стриды я еду как в аниме из тумана проступают контур людей офигенно сегодня а еще unreal просто поездочка когда владельцы спросили почему они выбрали бром они ответили но если суммировать следующее грузоподъемность компактное сложенном состоянии наличие передач диапазона точнее скоростей под любые условия высокое качество сборки купили все друзья ну и все вот купили все друзья это как раз про сообщество наверное среды москва и не только москва все средоводы рано или поздно приходит к бром потому что компактность и принцип складного велосипеда остается актуальным но хочется больше скорости а кому-то хочется просто поменять велосипед могут мне например пять лет на среде достаточно сначала хотел поехать старой дорогой обычный но потом подумал что темирязинский парк мы с вами никогда не увидим наверное в таком тумане редкость так что поедем к мы с вами через парк через лес в отличие от многих многих велосипедных брендов бронтона развивает свое комьюнити точнее комьюнити своих владельцев собственников бронтона это как политика харли дейтсона клубы по интересам международный чемпионат где гоняют на бронтонах активно поддерживаться вся эта социальная составляющая это конечно тоже дает свой эффект люди всегда стремятся присоединиться нормально кстати друзья сейчас я вам покажу прикол что это было зачем я еду слики абсолютные слики шваль би ван ну это мега резина это просто мега резина и даже вот это вот вот это вот это все держит так что слики с ликом рознь факт сейчас попробую спуститься интересно на скользкой земле как они я могу просто не заехать у я заехал класс в общем смело рекомендую дерево знакомы а с резко люди нашли путь она да это была педаль про минусы брома а дальше про плюсы сказал велосипед не меняется с 80-х годов посмотрите это это клещевые тормоза это же не вибрейки понимаете деле который может ехать 45 километров час пытаются затормозить каким-то нерепыми клещевыми тормозами педалька здесь нет подшипников все насыпное ну понятно что планетарная втулка немножко до своей конструкции но передняя втулка на тоже насыпная там тоже нет пром подшипников и тоже эти дебильные вид так и хочется сказать вибрейки не вибрейки а клещевые дурацкие тормоза которые вопроса не тормозят вопроса невозможно остановить нормально вот это нет я понимаю это конечно работает ну блин что-то придумали бы что ли хоть я не знаю я думал всегда что в облить может только мотоцикл руль на мотоцикле оказывая но сапиде тоже возможно смотрите что сейчас будет с рулем сейчас видите да 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 еще один интересный момент переднего переключателя нет но монетки 2 темный английский гений я скажу почему потому что здесь планетарная втулка на три передачи и еще две внешние звезды а переключают внешние звезды вот это вот пимпочка пам-пам-пам-пам шамана не снилось и за счет этого здесь как на 8 скоростной наверное трансмиссии типа оливия такой примерно разбег покупая брон человек сразу присоединяется к большому сообществу увлеченных людей и начинает собственно и на нем ездить и вот тут происходит магия потому что бромтон это это как шоссе на велосипед в мире складных велосипедов нереальная него и невероятная скорость безумные качественная продуманная геометрия которая ну дает просто фантастический накат но спать очень легко ездить быстро 50 километров в час с горки легко диапазон скоростей позволяет почему же люди покупают выбирают бронтон потому что сочетание факторов спорт компактность грузоподъемность скорость комьюнити определенный запрос он удовлетворяет хотя это все равно нишевый продукт просто из-за цены